У меня один вопрос. Ты счастлив? Да, конечно. Спасибо. Забит, поздравляю с победой. Можно назвать Кэлвина Кэйтера самым серьезным твоим соперником в настоящее время? И скажи, что самое сложное было для тебя в поединке? Самое сложное не сказал, просто я знал, что он крепкий боец, очень бьющий такой, и защита от партия очень хорошая. Я ожидал, что будет тяжело. И, как я говорил, я настраивался на все три раунда. Конечно, чуть-чуть третья раунда я подсел, я сам почувствовал. Поэтому, я думаю, что у меня инфекция была в Таиланде, думаю, повела. По-любому, три недели я антибиотики изгибил. Мне кажется, она по-любому мне дала знать, что подсел и почувствовал третья раунда. Как раз хотел вам задать вопрос, вы практически на него ответили. То есть, действительно, в какой-то момент в третьем раунде вы что-то почувствовали? То есть, со стороны это действительно выглядело так, как будто что-то выключилось, и совершенно другой забит Магарид Шрифов в Артагоне появились. Магариду забит, Магарид Шрифов исчез. Перед два раунда я контролировал. Я уже все видел, все. Третий раунд у меня пару раз тоже по курсу попал. Может, это все-таки, это антибиотик. Очень, после них тяжело отвоешь и ты реально устаешь от них. Даже во время подготовки я чувствовал, что быстро уставал и полностью не вылечился. Так, ну, я был готов до конца поддержаться. Хоть шоу, кто там не было, я настроен был до конца подраться. Забит, поздравляю с победой. Насколько сильно специфика подготовки отличается? Ты рассчитывал изначально трехраундовый бой, потом твой поединок стал главным, и был вариант провести пятираундовый. В связи с тем, что у тебя титульные амбиции, было бы неплохо проверить себя пять раундов, но подготовка была, наверное, другая. На счет раунда я ничего не решал, не позвонили, моя команда сказала, тебе будет трехраунд, потому что ты только завышался, а не пьешь, ты лечился, тебе не стоит трехраунд драться. Они сами решили с руководством ЮСИ, я согласился, и все. Так, конечно, я хотел проверить себя пятираунд перед титлом. Почему нет? Поздравляю с победой. Расскажи, после победы в главном бою вечера против сильного соперника, будешь ли ты вообще рассматривать возможность в какого-либо боя, кроме титульного? Не знаю. Я настроен на титул, потому что, я считаю, победа подряд. Хотелось бы, конечно, за титул, потому что вроде бы я показал, заслужил, и чисто я подряд выиграл, и если в организации ЮСИ как-то решить мне, и шаги будет дать, я соглашусь без проблем. Так, я бы хотел подраться, хороший подготовка провести, хорошие сборы, я думаю, я буду готовить какие-то ролики. Спасибо. С победой, Вадим Тихомир, матч 4.0. Два вопроса, если можно. Очевидно, что вы нацелен на титул наиболь, нацелен на Макса Холлова. Как вы считаете, в чем он сейчас лучше вас, и будет ли вы особенно готовиться к его темпу, потому что он умеет очень хорошо его поднимать, умеет разгоняться к пятому раунду. Нужно ли что-то особенное для этого делать, не знаю, или CPI денироваться, а в какой-то мяч? Макс действительно хороший поэц, мой нюбукс хороший, но не такой тяжелый удар, как у Катарда, он просто много ударов накидывает, такое, не сказал бы, что от него опасность какая-то есть, просто он идет, накидывает удары, такого тяжелого удара нет, я думаю, и сможешь с ним спокойно подраться со стойки, или даже по порой, у Катарда лучше зашито было, и тяжелый удар. Если можно, второй вопрос, у вас в руках шоколадка и голод, которые видно вам доставляют удовольствие, это недостаток сахара после боя, там ритуал, стука после загонки, ну что вы по этому случаете? А может, заранее диету держу, где-то полтора месяца шоколадку не видел, и голод. За это как там, а психологически, все приходишь после боя. А это именно любимый шоколад, или там какой-то другой? Нет, я просто, что нашел. В третьем раунде он пробил коленом в прыжке, насколько плохо оно попало, и были ли вы потрясены? Нет, он не попал мне точно, просто, по-моему, по груди попал, так не почувствовал, а так, по-моему, второй раунд, хорошо прыгнул, чуть не попал, а так я все контролировал, видел все ударил, но я видел, что он тоже поцелоч, просто он ничего ногами ничего не бил, он из-за этого меньше меня устал, потому что он только вперед шел и руками махал, из-за этого он чуть посвежее углядел, чем я. Я слышал, что секунд там осталось только 30-20 секунд, и за это, если я начал боевый, он мог встать, и за это хотел концовку забрать, просто уезжать его, и все. Чувствовал ли ты после боя, что ты проиграл за хейн-зармут? Нет, это с хейн-зармута пересмотреть бой, я думаю, третий раунд уже проиграл, это точно не знаю, не помню, просто третий раунд. Ну, два раунда, я все помню, что я выиграл полностью. Не так давно в тебе интервью моего тренера, Басура Чакайра, мне он говорил, что ты выходишь на бой очень облогленный, настолько, что иногда даже он приходит чуть тебя успокаивать, кто-то себя переживает. А с какими мыслями сейчас ты выходил на этот прайд? Когда выходил, я вроде бы настроился, мне было такое злостное. Просто бывает, когда я начинаю пропускать, меня автоматически включается, и начинает грубка идти, и из-за этого он испытывался, чтобы я не зарубался. Так вроде нормально, контролировался, все прошло нормально. На протяжении вот этих дней мы замечали с тобой команду, это там твой брат, твои друзья, в последний момент вы находились на трех городских клубах. Расскажи об этом и слушают у тебя вообще свои секунданты. Присушу, ты соби. С секунданты я сейчас слушаю, да, я приехал в Москву за три недели. Со мной рядом были, да, с моей командой, Тамара Бакар, президент клуба, все приехали, помогали мне, постоянно рядом были. и мои братья приехали, это Хасан, Мага, Дейдер, Матха, Магомед. Вроде бы все прошло отлично, подготовились неплохо. Скажи, пожалуйста, хочешь ли ты еще драться в России, или для тебя это стало таким, например, я просто вижу, что ты выглядишь неудачно физически и психологически, хочешь ли ты драться еще в России, или это слишком тяжело? Ну, в России, конечно, чувствуется, поддержка, что поддержка, все есть, близкие приехали, но мне легче драться в Америке, все таки, я не буду это, когда много людей рядом, что тебе поддерживают, легче ходят в Америке, как-то поехала, как на тренировках, взяла спарринг и домой, тебе ничего не отвлекает, и я особо не даю ничего, а здесь, когда столько людей приезжает, ты знаешь, когда ты с тобой еду, и когда ты больше ответственности чувствуешь, и не хочешь, когда разочаровать их, и когда тебе это давит, я думаю, так-то, конечно, я только рад, что перед своей публикой, что они же, я понимаю, что они хотят, многие приехали, кто не может в Америку приехать, и что ты говоришь, говоришь, что в Москве чувствуется давление, как ты думаешь, что Аббакарна, в моей жизни, так проиграл неожиданно, и наизайство, или, может, какие-то большие тяжелые? Все, может быть, тем более у него первый бодибуль, тем более в Москве, я думаю, может быть, как-то он не настраивался, или как, бывает тоже, кому-то подходит к поддержке, кому-то нравится, это когда приезжает свои близкие, даже когда я по ребятиям выступал, я не любил, чтобы кто-то из моих родственников на соревнования приезжать даже, но отец никогда не был у меня на соревнованиях, он только дома смотрит, и все, а кто-то, два из моих друзей, я помню, они целые родственники приезжают, ему это, наоборот, мотивирует, и он лучше выступает, у меня, наоборот, может, у Аббакара тоже так же. Спасибо. Аббакара, субтитры создавал DimaTorzok